Приветствую вас! Довольно интересный вопрос. Вы задаете, спрашивая нас, зачем врать, и спрашивая нас, мы зачем врем. Знаете, на самом деле, вы поймите одну важную вещь, что человек, когда врет, он по сути дела впадает в своего рода невротическое состояние. То есть, такое состояние, при котором человек просто теряет себя, теряет свою самобытность, перестает быть собой. Вы постарайтесь понять, что без вранья в жизни, наверное, не обойтись, когда вы точно знаете, что, например, например, человеческая ложь, она не будет играть какой-то вот такой, знаете, особой роли, да? Когда вы совершенно точно знаете, что ложь не будет как-то, значит, сильно отражаться на человеке, когда вы точно знаете, что, в общем-то, вы высоте ради, там, того, чтобы человеку, например, был же было как-то там спокойней, как-то там, значит, как-то лучше и так далее. То есть, понимаете, врать нужно, когда вы видите, что польза, опять же, и соотношение вреда и пользы, да, совершенно, как бы, однозначно смещается в сторону пользы, но врать, когда, врать, когда, допустим, допустим, откровенно вот этим человеку относится вред, я думаю, что в этом ничего хорошего нет, и кроме, знаете, кроме, вот, определенного, значит, невроза, невротического состояния, вы ничего больше, по сути дела, не получите из-за вранья. И, по сути дела, вы будете, значит, не будете собой, а будете только, значит, казаться, а не быть. Вот. Поэтому, конечно, решать вам врать или нет, но объективно, объективно, вранье абсолютно никогда ни до чего хорошего не доводит. Я очень молчу про то, что в принципе ситуация такова, что, значит, значит, когда вы врете, вы не просто не являетесь собой в этот момент, когда вы врете, вы, по сути дела, значит, изменяете себе, вы, по сути дела, становитесь какой-то другой, и нужно стараться понимать, что вы теряете себя, вы просто-напросто теряете себя в этот момент. Вот. Вот и, в принципе, все, что я мог бы вам по этому вопросу сказать. Вы теряете себя. Поэтому врать или не врать решает каждый, если вы хотите быть свободны, если вы хотите видеть мир реальным, если вы не хотите видеть его каким-то иллюзорным, если вы позиционируете себя как человека, который берет ответственность за себя, а не какие-то мифические, какие-то мимолетные, какие-то, ну, знаете, такие иллюзорные, да, то я думаю, что врать вы не будете. Вот. Обычно люди врут для того, чтобы, значит, извлечь выгоду какую-то, обычно люди врут для того, чтобы выглядеть лучше, но это все очень мимолетное и приходящее. Если человек не является кем-то, то он и не будет являться кем-то, как бы он ни врал. То есть ложь и вранье – это не делает человека кем-то более правильным, не делает человека более лучше. Да, внешне – это так, но вы же понимаете, что если внешне не соответствует внутреннему, то рано или поздно связь между этими двумя моментами скроется, и тогда произойдет что-то, называется, раскрытие лжи, и все будет гораздо хуже. И поэтому, поэтому, на мой взгляд, ситуация следующая. Ложь, обман, врать или не врать – это вопрос морали. Принципиально, принципиально не врать, наверное, не стоит. А мы забываем о ситуации, когда человеку просто лучше не знать каких-то вещей, и он будет спокойнее жить. Но, если вы преследуете цель именно кому-то помочь, именно облегчить кому-то жизнь, при том, что знание правды кардинально человеку никакой пользы не принесет. В остальном же вранье – это просто трусость, в остальном же вранье – это просто, можно сказать, оперирует таким житейским понятием, как слабохарактерность, безответственность и так далее. Но это все равно вопрос морали и воспитания. Если человеку проще врать, и он видит для себя в этом выгоду, то до тех пор, пока эта выгода есть, он вряд ли поменяет как-то свою точку зрения, он вряд ли как-то будет издеть себя иначе. Только лишь осознав, что вранье не несет никакого реального под собой результата, причем именно реального результата, только осознав это, можно прийти к выводу, что использовать ложь в достижении каких-то своих целей просто-напросто бессмысленно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Вам всего самого доброго и удачи!